так все блин заканчиваем этот карнавал глотатель и шпак свободно крокодилов назад в реку девочки снимайте свои перья купальники не знаю дать им денег на такси что ли оркестр тоже свободен все заткнулись ребят да кстати с вами топ-10 плюс минус гран-при формула-1 гонка в бразилии гран-при бразилии всегда захватывающе интересный что случилось на этот раз непонятно но предпоследний этап чемпионата мира формулы-1 2015 года стал полнейшим дерьми я сказал дерьми чем ну и правильно все сказал говорить о самой гонке вообще нет никакого смысла поэтому сегодня будет много информации около формальной и начнем мы с пятого плюсика это движки для red bull на сегодняшний день понятно что рыбу остаются но это будет не honda не mercedes не ferrari и даже не рено вроде как рено отдает свое старое барахло на растерзание red bull но какой бренд будет стоять на капотах болидов red bull а в интернете запустили прикольный фейк что это может быть чуть ли не лада ведь лада тоже входит в концерн рено дуэт квят и лада будет самый угарный следующем сезоне хотя в это мало верится но все равно пятый плюс то что в бразилии любят и боготворят айртон сены рассказывать пожалуй вам не надо а помнится свое время он даже поговорил о том что запросто бы смог стать президентом этой страны но судьба распорядилась иначе тем не менее один из бразильцев вот такую вот пресочку создал прямо на здании жилого дома впрочем ничего нового вспомним стену цоя на арбате но это хоть какое-то яркое пятно гран-при бразилии 15 года еще одно событие которое затмило езду по кругу в интерлагасе без особых обгонов и перестановок это судебная кара которая настигла похитителей кубков с базой команды редбул эти дерзкие негодяи купили четыре билетика на трамвай до милтон кинса самым похабным и зверским образом вошли прямо в центральный вход беспощадно аккуратненько положили в сумочке 64 кубка и просто в стиле залихватских гангстеров тридцатых годов спокойно вышли через черный вход поговаривают что это было тщательно спланированное преступление по мне так эти придурки просто прикололись прикололись на 7 лет от ситки в английской тюрьме я сказал придурки но я правильно все сказал пожалуй единственное что можно упомянуть о прошедшей гонке это обгон верстаппена макс искренне признается что в компьютерных играх находит лазейки несвойственные современным пилотам и обгоняет самых неожиданных местах практически на каждом гран-при но палочка всегда о двух концах и макс верстаппен готовит нам чудесную базу на будущие годы когда молодые зеленые попытаются повторять эти маневры мы наверняка увидим много аварий столкновений и вылетов спасибо тебе макс спасибо родной первое место в плюсах это позитив позитив с которым начали относиться болельщики фернандо алонсо да и болельщики формула 1 в целом к неудачам команды макларен сколько чудесных мемчиков породил фернандо алонсо рассевшись на бразильском газоне и я на шалнышко я сижу и и все-таки надо петь или ли 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 конечно вы скажете баяк но поверьте что вот эти фотографии закрепятся в истории формулы 1 на долгие долгие годы будем надеяться что у алонсо и макларена все наладится и в скором времени они тоже смогут вдоволь поржать с этих фоточек гонка в бразилии была настолько скучной без эмоциональной что даже плохие моменты найти в ней довольно тяжело не беда копнем глубже для пятого минуса отрицательного топа у меня есть подарочек сьюзи это тебе все миссис вольф борщи стирка по выходным генеральная уборка команда стальные яйца со счетом 1-0 выиграла этот раунд у феминисток впрочем это был фарс с самого начала чувак руководит командой формулы-1 продает движки своей команды конкурентам за это конкуренты говорят что его жена пилот формулы-1 а всем тем кто осмелился сказать что это не так прозвучал краткий ответ стиле макса ферстаппена но теперь все это в прошлом сьюзи вольф заявила о завершении карьеры хотя я до сих пор не могу понять как можно завершить то чего не было на четвертом месте длинный язык льюиса хэмильтона наворотил люсёк делов так что теперь за годы не разгребешь это ж надо было сказать что шумахер добился всего благодаря чему-то там а не своему таланту его выходки отчасти можно понять в наушниках на минуте молчание швыряние кепок в розберга разбитые суперкары там по ночам непонятно в каком состоянии усталости но здесь он постигнул на святое а потом извинился так и думает все шито-крыто а я вот думаю что с таким базаром юис хэмильтон долго бы не протянул в тюрьме с теми ребятами которые тасанули кубки у рэдбула третье место отрицательного топа лишь косвенно касается самой гонки во-первых дисквалификация масяни произошла уже после самого гран-при да и повод мягко говоря притянут за уши то когда кому мирить давление рядовой болельщик формула-1 понять не может если так пойдет дальше то причиной дисквалификации может стать повышенное давление бернеклстоуна в общем массу немного жаль но в гонке он все равно ничего выдающегося не продемонстрировал второе место по минусам grid girls или grid boy backstreet boys блин стремление быть толерантными европеоидными еще можно понять но блин это же реальные уроды цирк дюсалейная стартовой решетки да и сама логика немножко нарушена пилот формула-1 всегда стремится быть первым видеть перед собой только чистую трассу а тут уже заведомо до начала гонки ему предлагают любоваться мужской задницей я сказал задницы а жопой короче чайные пакетики с гран-при россии реабилитированы самые хреновые grid girls grid boys были на гран-при бразилии если не вспоминать монако думаю вы уже догадались кто стал победителем отрицательного топа по итогам гран-при бразилии то что бедного попова зачем-то заставляют бегать на решетку километр потом запыхавшись бежать назад и все это для того чтобы сказать здравствуйте мы находимся на решетке гран-при такого-то это еще ладно полбеды но нападать на людей без предупреждения могут только фашисты ну что это такое квалификация блин ночью кто не смотрел ее теперь грозятся показать нам где-нибудь в 5 утра гран-при абу даби и что теперь нам делать все на sky ити на канделаки как-то попыталась оправдаться мол болельщики формула 1 мы вас уважаем все такое но есть другие виды спорта сука биатлон грусть тоска и печаль у меня даже слов нет не хочется шутить на эту тему короче ничего нам не остается кроме как подписывать петиции в адрес Бернии Колстоуна жалобы на этот матч ТВ вряд ли это что-то изменит но давайте хотя бы попытаемся ведь попытка не пытка пытка смотреть квалификацию в 2 часа ночи когда уже знаешь ее результаты если быть до конца откровенным то гонка в Бразилии оказалась настолько бескураживающе скучной и нелепой что обомлели все все блогеры все кто делают обзоры на эти гонки просто кто-то не стал ничего писать кто-то написал всякий бред как я например и то с большим опозданием так что этот выпуск я постараюсь спрятать подальше от вас чтобы никто его не увидел рассказывать про плохие гонки всегда получается плохо остается надежда что в финале сезона на заключительном гран-при в Абу-Даби нам повезет больше будет больше интересных событий увидимся пожалуй там лайки можете не ставить на этот скучный обзор скучной гонки на канал можете подписываться ах ну и да поздравляем Росберга с великой победой в великой борьбе с трехкратным чемпионом мира с сарказм пока нас русских так легко заставить поверить сказку что все будет хорошо все будет круто но в случае с матч ТВ нас в очередной раз наебали я сказал наебали друзья я все правильно сказал жаль подмога не пришла подкрепление не прислали нас осталось только два нас с тобою наебали все братушки полегли с патронами напряжно но мы держим рубежи мы сражаемся отважно пушка сдохла все пиздец больше нечем отобиваться что ж что ж закурим брат боец нам от смерти не съебаться жаль подмога не пришла подкрепление не прислали что ж что ж обычные дела нас с тобою наебали 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 а 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 Субтитры создавал DimaTorzok